Приветствую вас! Я думаю, что первое, с чего нам надо начать разбор вашей ситуации, это с того, чтобы определить, где чья проблема, конкретно и серьезно, где чья проблема. Потому что фраза о том, что у нас проблема, ну, не выглядит сколько-нибудь удовлетворительно. Вот. То есть вы пишите, что у меня проблема с мужем, что у него часто редко меняется настроение. У вас. У вас не проблема. А в чем это ваша проблема, Татьяна? Ну, ваша проблема это в чем? Вот конкретно ваша проблема в чем? Да, у него скачет настроение, это понятно. У него она скачет, скачет, да, это ясно. Но ваша проблема в чем? Непонятно. Далее. Далее. Вы говорите, что полгода назад, значит, у вас начались проблемы с общением и сексом. Хотелось бы, конечно, несколько подробнее рассмотреть этот вариант, этот момент. То есть, грубо говоря, с чем конкретно связано то, что у вас начались проблемы с общением? Вот. Конкретно. С чем это связано? То есть, вот, что-то, значит, произошло полгода назад, получается, раз вы перестали общаться. Дальше. Что касаемо секса. Тоже, как бы, он безинициативный, вы сами инициативу тоже не предлагали. Здесь, конечно, тоже очень важный момент, почему вы сами инициативу не предлагали. Вам не хотелось или что? Или вы ждали, что он предложит, что предложит? Как вообще, значит, проявляла себя инициатива? Вот. И вот, вы говорите, что он безинициативный? Как? Как это себя проявляло? Конкретно. Как проявляла себя его безинициативность? То есть, всегда ли он был безинициативным? Всегда ли? Или это началось с недавних пор? Или какая-то еще история произошла, ну, между вами? Вот. То есть, это, на мой взгляд, тоже, то, что нужно разобрать и рассмотреть вам. Дальше. Дальше идем. Значит, так. Так, предполгорода перестали общаться, но из-за чего? Секс был очень редко, ни он, ни я не проявляли инициативу. Почему? Почему не проявляли инициативу? Два месяца назад я вышел на работу, там подоконилась с девочкой, ей 23. Как сразу начали общий язык, начали общаться с семьями. Не очень понятно, что вы понимаете, вы подразумеваете под общением с семьями, да? То есть, как бы, хотел ли мужчина общаться с семьями? Интересно ли было это ему или нет? То есть, хотела ли девушка общаться с семьями? То есть, как ваш муж отреагировал на подобное предложение? Как вы сами сошлись, по поводу чего вы сошлись с девушкой и так далее? То есть, как-то сразу начали общаться с семьями, это очень, это очень тревожный сигнал, это очень тревожный знак, потому что, ну, потому что, по сути, по сути вы описываете что-то, в чем вы, видимо, ну, не сказать, чтобы прямо отдавали себе отчет, да? То есть, вы не отдавали себе отчет, как развивалось ваше, ну, ваше взаимоотношение с этой девочкой и ее семьей, вот. Что, конечно же, на мой взгляд, являются проблемой, вот, являются достаточно серьезной проблемой, вот, если вы, ну, не отдаете себе отсчет в том, в том, что произошло. Дальше, так, значит, начали общаться с семьями, потом я узнал, что они общаются в тайне от меня, по телефону, СНС, приписки, звонки, ну, во-первых, как вы узнали о том, что они общаются в тайне от вас, конкретно, как вы узнали? Это первое. Второе. Если вы узнали, что они в тайне от вас общаются, с чего вы решили, что они в тайне общаются вообще-то? То есть, что делала или делала их общение тайным? Вот это то, что мне кажется, нужно, ну, тоже разобрать. То есть, вы говорите, что они общались в тайне от меня. То есть, предполагается, что они вскрывали от вас это. Предполагается, что они именно вскрывали от вас данную историю. Ну, с чего вы взяли, что они вскрывали от вас это? Может быть, может, если бы вы спросили у своего мужа, общается ли он с ней еще помимо вот важного какого-то общего общения или нет, он бы вам сказал. То есть, с чего вы решили, что общение было тайным. Дальше. Когда я об этом узнал, они в один голос сказали, что это чисто дружеские разговоры и смс. Слушайте, а у девочки есть муж? Как они общаются? Есть ли у вас основания предполагать, что у девочки с мужем есть проблемы? Вот. Что, собственно, и, ну, может приводить к тому, да, что она, там, может взаимодействовать с вашим мужем. То есть, ну, я так вот, полагаю, да, что вы же подослеваете своего мужа, по сути, по сути, в изменении. Ну, так вот, вопрос возникает, а у девочки с ее мужем как отношения складывают? Что вы, вот, считаете, что, ну, что могут быть проблемы, да? Вот. Дальше. Так, муж сказал, что она могла слушать и дать совет. Совет в чем? Ну, могу ли я ему верить или все-таки у них что-то было? Мы психологи, мы не гадалки. Я не думаю, что мы можем ответить на этот вопрос, можете ли вы верить ему или нет. Если вы сами допускаете, что ваш муж может вам изменить, то, наверное, вам имеет смысл все-таки подумать о пересмотре своих отношений, либо об обращении на совместную консультацию с психологом, потому что, ну, совершенно очевидно, что у вас есть проблемы с доверием. Вот. Понимаете, какая штука? Вы ведь не просто так подозреваете мужа в том, что он там, что у него что-то было другое делать, когда он не удовлетворен. Вы чувствуете, что он не удовлетворен? Вы чувствуете, что ему чего-то не хватает? Ваша женская интуиция бьет тревогу. Вот. И в этом смысле вы правы, но только в этом смысле. Понимаете? Вопрос заключается на одном деле в другом. Вопрос заключается в другом. Делаете ли вы что-то для того, чтобы ваш муж, да, ну, не обращая внимания на другую девушку? Делаете ли вы что-то для этого? Или вы просто подозреваете, вы просто спрашиваете, можете ли вы верить, но при этом вы ничего не делаете, не меняете своего поведения никак? Знаете, какая штука? Вот это очень важный момент, это очень важная история на самом деле. То есть тут надо вопрос-вопрос не задавать, вопрос веры-не веры, а вопрос того, что не так в ваших отношениях. Дальше, может, это и смена его настроения. Может быть, помогите разобраться. Ну, давайте побеседуем, проанализируем ваши отношения, тогда уже можно будет говорить. Муж говорит, что любит меня, а без меня жизнь не представляет. Но эта ситуация не дает мне покоя, что делать не знаю, что делать, чтобы что? Что делать, чтобы что? То, что он без вас жизни не представляет, это не хорошо, потому что человек, получается, от вас чересчур зависит. Если человек от вас чересчур зависит, то вполне вероятно, что у него есть какие-то компенсаторные механизмы, которые и могут мотивировать его общаться с девочкой. Это первое. Второе. Значит, вы говорите о том, что эта ситуация не дает вам покоя. В чем не дает вам покоя эта ситуация? То есть, вы испытываете ревность, вы боитесь, что он вам изменит, вы боитесь развода, вы боитесь, что он вас не любит, вы боитесь остаться одна. Чего конкретно вы боитесь? В чем связан ваш страх? Почему вам не дает эта ситуация покоя? Вот конкретно, что вам не дает покоя? Вот это нужно исследовать. Это нужно исследовать, потому что, ну, как бы, пока это вот только лишь из области предположений. Ну и в целом, в целом, да, ситуация больше похожа на описывание следствий, но не описывание причин. То есть, не описываете, например, ну, например, как, так вот, вышло, да, что вы с моим предоставили общаться, вы не описываете, как до конца у вас не стало секса, вы не описываете свою субъективную позицию к этому, то есть, почему вы не проявляли инициативы, вы не описываете, как вы с этой девочкой, значит, познакомились и почему вы решили общаться с семьями, вы не описываете, чем вас волнует эта ситуация и что вы хотите получить по итогу. Ну вот, по итогу, прям, по итогу, что вы хотите получить, прям, по факту, что вы хотите получить. Чтобы муж перестал с ней общаться, так вы же сами привели девочку к вам. Доверие восстановить, это работа с психологом. Вот, то есть, это, ну, это надо понимать, почему проблема доверия. Но основная, основная проблема заключается в том, на мой взгляд, что вы боитесь, не боитесь чего-то и не можете положиться на себя, ну, то есть, вы не полагаете, не полагаете на себя, вот, это, вот, на мой взгляд, это, прям, одна из проблем, вот. Вот так, в принципе, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Ага, я надеюсь, что это было для вас полезно, я надеюсь, что вы сделаете для себя какие-то выводы. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи, удачи вам.